всем доброго дня на дворе зима москва погода испытывает нас как может вчера мороз сегодня снег дождь лед и то далее в эти моменты у нас возрастает нагрузка на полный привод вот у нас лежит разобранная муфточка полного привода оборвала чашку дифференциала накиа sorento 2 и 2 hb 12 год ее варили у нас в восемнадцатом году вот по словам клиента вырвала ее прям прям просто в наглую то есть деформации прям если кто-то подумал что проблема в том что заварили криво некачественно неправильно это не так сейчас я раскрою вам секрет в чем дело вчера был случай на две части на сантафе 2 и 2 также на дизеле разорвало редуктор и сегодня еще две машины прям с утра заехали вот две и два случая опять же так вот причина 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 сейчас возьму свет дожди муфты у нас если не ошибаюсь конечно там что-то 500 и 120 вот он редуктор здесь устанавливалась муфта то есть из него вытекло все масло отказал полный привод был хруст проблема является редуктор даже не редуктора вот эта гайка которая откручивается видите то есть вот этот открутилась гайка на редукторе как раз вытекать стало масло потом она допустим в этом случае если даже мы потянем может быть он и будет работать может какие-то будут последствия в дальнейшем или вообще будет замена но если бы гайка открутилась бы дальше еще чуть-чуть хвостовик и главная пара у нас бы закусывают и его рвет на две части редуктор прям ломает вот так пополам по корпусу еще раз напомню это у нас kia sorento то есть 12 год 2 и 2 дизель а вот рядышком висит santa fe точно такая же вчера была santa fe 14 года меняли задний редуктор с муфтой полный привода было все хорошо а редуктор был разорван на две части сейчас показываем эту машинку вот заходим сюда пошел хруст вот муфта полного привода на месте вроде бы все даже есть сцепливается и вот масло потекло это масло редуктора и вот он на две части разорванный редуктор выломала все разберут и мы посмотрим что там с гайкой хвостовика открутилась она или нет санта fe сейчас устанавливается новый оригинальный редуктор вот у нас муфту тоже с этой санта fe и и варили варили и она выжила то есть она осталась целая вот она вторая разобранная муфта вот она чашка смотрите вот она спроварена то есть отличный проваренный шов то есть здесь муфточки все хорошо все целенько опять же вот смотрите тоже вот он появился появилась выработка обрезать стала ли лепестки давила гайка когда открутилась на редукторе и стала задавливать ее туда в нагляк и стал остачивать но здесь муфты все в порядке то есть это муфта сейчас помоется тут даже чистенькое масло вот редуктор вот так его размолотила весь вот здесь долго и упорно его грызла смотрите что здесь произошло вот она гаечка у нас сейчас мы почистим чтобы очистить видите что-нибудь здесь вот здесь ничего а может быть вы видите здесь что нибудь тоже ничего то есть это гайка ничем не фиксируется вообще то есть нет никакого стопора нету а насечек для обратного откручивания то есть к примеру корейцы у нас используют везде на приводе на любой гайки отжимают сплющивают либо делают насечки на гайки любые гайка коллектора гайка стойки стабилизатора все что угодно то есть везде они ее крепят здесь почему-то нет то есть эта гайка ничем не фиксируется вообще сейчас покажу на примере нет смотрите теперь самое главное то есть вот мы открутили вот еще раз смотрим на гаечку ничего да и вот новый редуктор то есть внесли ребята вот она гаечка видим стопор раз два то есть на новом редукторе уже есть вот она 34 фиксации то есть заводки зажатых то есть здесь они сделали а на первых которые устанавливали ее нет то есть это используется везде на всех гайках но вот к сожалению на первых редукторах которые использовались вот происходит такая проблема у меня сегодня же тоже киев саранта бл под заменит цепи раздатки вот такая цепочка сегодня таких машин у меня две по полному приводу полный привод сегодня идет полным ходом то есть уже говорю погода соответствует и вот здесь также у нас на гаечке на валу вот то есть в далекие ком 2008 году была сделана вот такая же гаечка просто обычная гаечка которая фиксировалась то есть есть специальный паз на котором она фиксирует то есть везде везде где бы я не столкнулся с корейскими машинами неважно на каждом болту на каждой гайке везде есть стопор есть свой фиксатор за исключением вот этой гайки редукторах востовика вот такие дела сегодня и страсти у нас происходит если ваша гайка еще не открутилась ждем вас у кого есть желание мы снимем вам муфту проверим вашу гайку если будет необходимость то есть может быть даже уточним полу гаечки но образца которая уже будет идти с кернением и заменим ее вам либо допустим ваш 2 потянем и сделаем попытку с колхозного такое кернение то есть как вариант потому что других нет можно поставить конечно же на резьбовой клей также то есть у нас там и синенькие красненькие такие различные сегодня и вчера полный цех и полный цех с полным приводом то есть если киа соренто стоит вот допустим с цепью нее сейчас растянута вторая такая же стоит только бензиновая 35 тоже стоит на очереди ждет и ребята вот делают на одной меняют редуктор на втором редуктор сейчас будет меняться и муфта даже не хочу предполагать сколько все это стоит но наверное очень дорого ну все всем пока мы отправимся в цех заниматься своей работой и и Продолжение следует...